Сели мы на паром. Паром старый. Мне как раз таки нравится старого образца. Они такие со стульками, с такими скамейками большими длиннющими. Что еще дать? Контитчи, дядя! Конфеты просит. Аслан себя очень хорошо вел на развивашке. Первый день прошел хорошо. А на нашей стороне солнце светит, солнышко. Мы приехали на свою сторону. Асланчику туда нельзя? Море мы отсюда смотрим. В тот день я снимала вам последний раз вот с этого же ракурса, какого цвета было море, а сегодня вот такого, потому что погода была пасмурная. Да, не говори, слушай. Даже у нас Ланчик кричит, море, море. Как солнце увидела, так настроение сразу появилось. Что, Зинок, нравится море? Да. Когда будет тепло, будешь купаться в море. Хорошо? Пойдем. Пошли. Пошли, пошли. Мы сейчас на такси и домой. Можно, конечно, на автобусе спокойно, но это долго. Нет, нельзя, нельзя. Отпущу, отпущу. Стой. Стой. Отпустила. Отпустила, все. Все, пошли на такси. Идем. Туда нельзя. Видишь, никто туда не прыгает. Никто туда не прыгает. Тань, мы на такси. Давай. Пока-пока. Пойдем. Пойдем. Тетя Таня уходит, а мы поедем на такси домой. Почему не будешь? Ты же хотел. Ты же хотел к одеялу своему. Одеяло хотел свое. Солнышко, пошли. Я боюсь. Я боюсь. Он сегодня бегал, бегал и два раза упал, потому что это-то мокрое же, влажное. Земля влажная. Вон такси. Где мой сынок? Вон он. Аслан. Я ухожу. Пока-пока. Сейчас придет. Он без меня никуда. Мамин сынок это. Я же сказала. Это мой хвостик. На воду не наступай. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, тут много воды. Могна. Нельзя, Аслан. Там много воды. Ты намочил, наверное. Стой. Мои хорошие, посмотрите. Я забыла эту распаковку снять. Снимаю пока еще. Совсем не забыла. Вот такие вот костюмчики я заказала Аслану из Ихрашки на Алиэкспресс. Сейчас получила. Доставка прям моментальная, так быстро. Это на лето. Взяла на рост 120. Это типа бриджики или шортики? Бриджики. Посмотрим, как сядет. Запрашки, по-моему, взяла чуть поменьше. Я уже не помню. Или это запрашки. Как я и говорила, доставка в Курцию платная сейчас. И еще налог. Налог я заплатила 17 лет. Попросила продавца написать маленькую стоимость товара. Чем меньше стоимость товара указана, тем меньше как бы налог. Так, это Зехрашки на рост 110 я взяла. Качество мне нравится. Тоненькое, прям такая прелесть. Прозрачненькое, тоненькое. На лето будет хорошо. И вот это уже у продавца взяла. Еще костюмчики спортивные. Их всегда не хватает. Вот такие. У нас таких много. Вот. Это синенький. У Аслана есть такой желтый. Красный был. У Зехрашки есть еще. Там какой-то розовый, по-моему. Здесь единственное, немножко штаны отличаются. Здесь штанишки, видите, такие широкие. Шароварчики. Ну, я взяла и за цветом. Мне цвет понравился. Это на вырост. На осень. И Зехрашки. Вот такого цвета. Так. Чуть-чуть нитки есть, конечно. Они и на турецкой одежде бывают. Поэтому я как бы не придираюсь. Зехрашки с капюшончиками и вот такой вот. Видите, они разненькие. Здесь как будто снизу что-то есть. Вот так. Немножко нитки есть. Но это все спокойно выходит. Как бы я на это внимание не обращу. Ну, Зехрашки, штаны просто шаровары-шаровары будут. Но ничего. Как говорится, свободная. Не в аптек. На. Это сзади. Это спереди. Вот так. Вот такие вот костюмчики. Ссылочки, если не забуду, я оставлю. Но, скорее всего, я, конечно же, забуду. Мне очень нравятся костюмы с Алиэкспресс. Спортивные теперь я им беру. Стирая, одевая, стирая, одевая прям. Сейчас я посмотрю здесь на балконе, если есть у нас. А, да. Вот пижамы. Тоже, кстати, я... Так. Не тебя. Пижамы тоже я вчера получила. Тоже с Алиэкспресса. Они пижамы-киськи. Вот. Это-то сладочка, это Зехрашки поменьше. Такие вот дела. Мы приехали домой. Приехали домой. А Сланчик уснул в такси. Вот как он, в чем был. В том не уснул. Я куртку сняла, штанишки верхние сняла. И так он спит, мое солнышко. Спит. А я буду заниматься домашними делами. Алиэкспресс. 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 Мамень, Дунтосик. А что ты их отделяешь? Ты какой цвет собираешь? Зелёный. Зелёный собираешь? Да. Почему? Они тебе больше нравятся? Да. А ты заметил, что вот этот мячик большой? Смотри, вот этот жёлтый он большой, чем остальные. Угу. Видишь? Три. Один большой. Один большой. Угу. Это какой цвет? Зёпий. 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 Чего у меня? У меня такой, разве всё равно зёпий, говоришь? Зёпий. Мы проснулись в 7 утра, мои хорошие. Зея Ирашка спит. И я. Маме помогает на кухне. Морально поддерживает. Я приготовила салат, нарезала овощи, приготовила пшеничную кашу, заварила чай. И ещё, что у нас ещё будет на завтрак? Я всё с колбаской. Колбаску я привозила из Тагестана. Выбирала специально с хорошим составом. Ночью вчера, так, ночью вчера дети очень хорошо спали. Аслан ни разу за ночь не проснулся. Зея Ирашка тоже, в принципе, не проснулась. Единственное, когда поворачивается и так далее, она там, мама, ты мне не ей так что-то говорит. Так что я тоже спала. Относительно ей плохо. Будь здоров. Я проскрабировала своё лицо. Ну, в принципе, это видно. Убежали. Убежали. А чего они убегают? Догони их. Догони их. Скажи, нечего от меня убегать. Убежу. Любишь свои мячики? Да. Мячики тоже тебя любят. Тебя все любят. Будь здоров, солнышко. Редиска понравилась тебе? Да. Ещё дать? Делать. Нет? А что ты хочешь? Что хочет моё солнышко? Сейчас оливки выпроси. Он уже оливки поел зелёные. И редиски поел. Редиску поел. Нет. А там что? Каталку хочешь? Да. Ну, возьми. Только не шуми её, хорошо? Только не стучи нигде. А шкафчик закрывать не надо? Нет. Почему? Тяжело, да? Да. Вот эту вещь на место положи вовнутрь. Видишь, она вышла. Это вафельница. Орешница, точнее. Теперь закрой. Да. Вот. Устал? Да. Да. Сильно устал? Ха-ха-ха. Чем бы дитя не тешилось. Ты спортом занимаешься? Ты мамин спортсмен. Молодец. А где ты видел, чтобы так делали? М? Садик пойдёшь? Нет. Не пойдёшь в садик сегодня? Пойдём. А зиграшка пойдёт. Аслан, а зигра пойдёт в садик? Ты не пойдёшь с ней? Тебе без зиграшки случайно не будет? Самое интересное, что когда они по одному ходят в садик, на самом деле Аслан постоянно спрашивает про сестрёнку весь день. А зигра этот даже не вспоминает. Он из садики когда один бывает. Он, говорят, про неё спрашивает всё время. Когда идёт кушать, когда спать. Зиграшка не спрашивает. Ну, туда не залезет. Скалка большая. А ты привет передашь своим зрителям? Привет. Привет. А ты их любишь? Да, я люблю. М? Да. Они тоже тебя любят все. Ты знаешь об этом? Нет. Тебя же невозможно не любить. Осторожно надо играть. Опа. Дай поцелёю. Дай твои губки поцелёю. Всё, прошло? Да. Да. И всё. Ещё болит? Чё хочешь? А ты сегодня зубки чистил? Да. Почему я и всё? Ну так вот постоянно разговаривая с ними на русском языке, чтобы они постоянно слышали русскую речь. о том о сём. Всегда, когда забираю их в садик, а потом постоянно спрашиваю, а что вы там делали? А что вы там ели? А во что играли? А что делал воспитательники? Да-да-да-да. Вот 250 раз могу одно и то же спросить. Это вот для детей билингов, которые живут в другой стране. Ой, обязательно. Нужно с ними постоянно разговаривать. Уши. 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 Вот мои котята. Уши. 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 А где хвостик? Хвостики, дааа. Хорошие пижамы? Хвости. не хочет ее отпускать а дальше как вы будете спускаться сюда как будете спускаться вместе будете давай я помогу опа два молодцы молодцы наверх может мама ее возьмет за ручку да хорошо да ну хорошо осла молодцы чтобы всегда по жизни так ходили мама как курица наседка наверх теперь туда залезаем залезаем кто-то там давай залезаем залезай весь мусор который на полу вам не обязательно разглядывать вы подножки смотрите и все все должны разглядывать все это не кака были это кися вырвала кися поела много наверно и вырвала а так конечно правильно то что вы подножки смотрите подножки надо смотреть когда ходишь это мусор мы его не трогаем мы до него не дотрагиваемся зигра и идем чтобы до мусорки не дотронуться давай сперва ослан потом зигра но как это не хочу вот все молодец молодцы ослан помнишь здесь пальма было ее порезали видишь ее порезали пальму теперь здесь уже не спрячешься под пальмой они здесь прятались мне порезали пальму пошли ты всегда будешь ее так за ручки держать до ослан ты всегда будешь сестренку за ручку держать не слушать впереди как ульки опасть все нет собачьи кошачьи какашки сушить и везде конечно это хорошо а любовь животным но когда везде эти эксперименты молодцы эти курточки белые к нам вязала бабушка турецкая дефрашки она прям как раз осланчику через пару недель уже будет маловато но я и надеюсь что через пару недель нам носить не придется такие курточки но погода все равно не такая как прошлом позапрошлом году прохладно для весны это не достанешь моментом застрял пойдем мастер мамин мастер сама хорошо вот так вот мы ходим садик game сюда отсюда да отсюда нет отсюда не пойдем там холодно там солнышка нету мы отсюда пойдем где солнышко где солнышко пойдем Отсюда пойдем, Зайрашка. Ой, солнышки. Зачем нам солнышко, когда здесь два солнышка есть? Отпусти его пальчик, Зайрашка, отпусти пальчик. Все, ты сестренку не держишь больше, Аслан? Все, она сама устали. Побежала, Зайрашка, побежала, побежала, побежала. Подожди, Подожди, подожди. Догоняй, сестренка. Догоняй сестренку, солнышко. Вот здесь можно бегать, здесь не упадешь. А то вчера он бегал, а земля была влажная, и он два раза упал. Молодцы. Дай молоточку. Не толкайтесь. Тетю воспитательницу позовем, Аслан? Зайрашка. По традиции добрались мы до Катилы. Не мокрая же? Нет. Ой, ничего страшного, ножка там застряла, видите ли. Садись аккуратно. О, ты чего ты так спешишь? Ты чего так спешишь, мамина? Катиле. Катиле давно не видела, Катиле, да, со вчерашнего вечера. Катиле. Опа! Даню! Летать будешь? Да. Опа! Китерей. Опа! Китерей. Опа! Столько счастья! Опа! 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 Сейчас будете летать. отвела я детей в сад сейчас позавтракала загрузила старальную машину как обычно и вот вот это счастье я сейчас буду раскладывать все по местам потому что я сейчас буду убираться сегодня пятница у нас и субботу-воскресенье вряд ли у меня хорошо получится убраться так как и дети будут дома и муж будет дома и вообще мы все будем дома потому что вот воскресенье у нас запрет на выход вот я вот думаю это легко вообще собрать и убрать они если я с ними не сяду собирать они сами особо ничего не собирают им обязательно нужен кто-то рядом кто будет играть с ними а вот это все остальное это конечно это их производство смотрите да вот пока снимала увидела здесь пятна это красный перец они вчера ели сейчас попробуем мы с вами их вывести у меня есть это часто стану вот есть у меня паста от greenway мистик и диск посмотрим почистит она или нет я не скажу что я прям такой ярый поклонник ну какие-то какими-то продуктами я пользуюсь этой пасты например я карандаш со стен убирала конечно одной рукой это нелегко делать ой ну все где у нас здесь было пятно нету вот здесь это от фломастера она вряд ли уйдет потому что она очень-очень старой я наверное уже пыталась стереть все ушло а так знаете красный перец пятна очень тяжело вывести теперь возьму зима а и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова